МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часто многие из нас, не зная броду, суются в воду. И, между прочим, зря. В смысле, зря лезем, не узнав, что скрывается под этой самой водой. А скрываться на дне водоёмов может всё, что угодно. И кирпичи, и арматура, и колючая проволока. Поэтому предлагаю повторить правила безопасности на воде. Первое, я уже напомнил, не купаться, а тем более не нырять в местах с неизвестным вам дном. Второе, не считайте себя отличным пловцом. И тогда обещаю, проплавайте до глубокой старости. Третье правило, не пытайтесь переплывать реки, озёра и океаны на спор. Вы можете проспорить. Правило четвёртое. Если вы не умеете плавать, то излишне не доверяйте надувным матрасам, автомобильным камерам и прочим приспособлениям. Течением и ветром вас может отнести далеко от берега. Одна моя знакомая, помнится, на надувном матрасе уплыла почти в Турцию. Потом её долго-долго пограничники спасали. Но если вы и без вспомогательных средств заплыли далеко от берега, не пугайтесь. Прежде чем впускаться в обратный путь, хорошенько отдохните. Лягте на спину, глубоко вдохните. Расправьте руки и ноги, расслабьтесь. Так плавать на спине можно часами. Покачайтесь на волнах, отдохнёте. И сможете без последствий добраться до берега. Как видите, мои любознательные друзья, самое главное – сохранять спокойствие духа, которое поможет вам выпутаться из любых неприятностей. Кстати, о воде и водных процедурах. Кажется, у меня было письмо как раз на эту тему. Ну, конечно, Семён Дьячков из Костромы. Просит рассказать, что такое пассатные воздушные течения и как они образуются. Дорогой Семён, я с удовольствием отвечу на твой вопрос. Итак, начнём по порядку. Некоторые исследователи считают, что термин «пассаты» скорее всего произошёл от испанской фразы «вьенто де пассаде» – «ветер, благоприятствующий переезду». Так вот, именно поэтому пассатами называют устойчивые воздушные течения в тропических широтах над океанами. Пассаты образуются в результате нагревания экваториальной части Земли, где солнечные лучи не рассеиваются, а падают почти вертикально. Нагретый при этом воздух поднимается вверх, унося с собой северные и южные воздушные массы. В результате этого явления появляются дующие круглый год с постоянной силой в северном полушарии – северно-восточный пассат, и в южном полушарии – юго-восточный пассат. Пассаты дуют в области, называемой «приэкваториальной», которая заключена между 25 и 30 градусами северной и южной широты. Соответственно, пассаты охватывают около 11% поверхности океанов в северном полушарии и около 20% в южном. Под действием пассатов образуются пассатные течения, направленные с востока на запад. Северное экваториальное течение и южное экваториальное течение, которые наиболее четко выражены в Атлантическом и Тихом океанах. Между широтами около экватора, где дуют пассаты, лежит практически безветренная область, которую называют экваториальной штилевой зоной. В былые времена, когда океан бороздили парусные суда, эта область снискала себе дурную славу. И, честно говоря, по заслугам. Здесь, в ожидании хотя бы слабого ветерка, корабли простаивали неделями. За это время заканчивались запасы пресной воды, моряков охватывали уныние и апатия. Поэтому, друзья мои, опытные мореходы старались держаться пассатных течений и пассатов, чьи ровное постоянное дыхание до краев наполняло паруса и заставляя корабли бежать по волнам с приизрядной скоростью. Но довольны с нас пассатов. Ведь нас ждёт довольно сложная проблема, с которой обратился Петя Носов. Послушайте, друзья мои, что пишет Петя. Дорогой профессор, я мечтаю стать путешественником, но я уверен, что у меня ничего не получится. Мне всё время ужасно не везёт. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? В первую очередь, не унывать. Потому что невезучих людей не бывает. Просто то, что ты сегодня считаешь неприятностями, на самом деле может оказаться главным достижением твоей жизни. Не веришь? Тогда позволь познакомить тебя с самым неудачливым капитаном во всём британском флоте. Под таким нелестным прозвищем был известен в 17 веке капитан Генри Хадсон. Правда, нам придётся совершить небольшое путешествие вот сюда. 59 градусов 50 минут северной широты и 85 градусов 44 минуты западной долготы. Но, мои любознательные друзья, предупреждаю, не забудьте надеть шляпы. Во-первых, мы отправляемся на север. Во-вторых, в ту пору непокрытая голова считалась верхом неприличия. Надели? Ну тогда с Богом! Вон, видите, вдалеке небольшой корабль. Это английское судно Discovery, что означает «открытие». Смотрите, спускают шлюпку. Видите человека, который сидит на носу? Знакомьтесь, Генри Хадсон. Мы только что стали свидетелями того, как взбунтовавшаяся команда изгнала своего капитана и горстку верных ему людей. Пока шлюпка плывет к берегу, послушайте рассказ о злоключениях мистера Хадсона. Три года назад, в 1609 году, он служил капитаном на голландском корабле «Хальф Моун» и искал в антарктических водах путь в Китай. Условия экспедиции были невыносимыми. Стояли лютые холода, но Хадсон вел свой корабль вперед и вперед. Вскоре команда начала роптать. Моряки устрашились незнакомых суровых широт. Капитану пришлось свернуть с намеченного курса и пойти к берегам Америки. В сентябре он вошел в Нью-Йоркскую бухту и поднялся вверх по реке. Впосредствии она будет названа его именем. Сейчас в этой точке расположен город Олбани. Здесь Хадсон убедился, что так не добраться до Китая. Тогда он решил вернуться в Голландию. По пути «Хальф Моуну» пришлось зайти в английский порт Дартмут за запасом провизии. Здесь Хадсона арестовали за плавание под чужим флагом. Капитану было сказано, если он хочет совершать открытия, пусть делает их под английским флагом. Так Хадсон оказался на Дискавери. Следующие несколько месяцев Хадсон потратил на исследование и картографирование побережья Америки. Плавание тоже оказалось очень тяжелым. Команда корабля взбунтовалась и высадила капитана на берегу залива, который позже будет назван его именем. Смотрите, пока я рассказывал, шлюпка уже подошла к берегу. Вот здесь, на этой земле, Хадсон и его люди останутся до конца своей жизни. Но память о незадачливом капитане будет увековечена на географической карте. Его имя получат открытые им река, пролив и залив. Кстати, друзья мои, не ищите в атласе имя Хадсона. На русских картах оно записано в старой транскрипции. Пролив Гудзона, залив Гудзона и река Гудзон. Вот такая, друг мой, Петя, история. Я же говорил, не везения нет, есть испытания, которые мы должны выдержать, и трудности, которые мы должны преодолеть. Подумай об этом на досуге, уважаемый Петя. А мы отправляемся в жаркие страны по просьбе Кати Дуловой. Она просит рассказать о пустыне Калахари. С превеликим удовольствием, милая Катя. Итак, что мы знаем о Калахари? Расположена она вот здесь. 23 градуса южной широты и 23 градуса восточной долготы. Калахари – южноафриканская пустыня, раскинувшаяся сразу в шести странах. Считайте, друзья мои. Ботсвана, ЮАР, Намибия, Ангола, Зимбабве и Замбия. То есть ее засушливые земли занимают 8% континента. Климат здесь типичный для пустыни. Большие колебания суточных температур при отсутствии или незначительном количестве осадков. Поэтому прихватите с собой, пожалуйста, бутылочку питьевой воды. В пустыне она не будет лишней. Вот она, Калахари – самая жаркая и самая большая пустыня африканского континента. Это огромное царство песка занимает около 600 тысяч квадратных километров. И являет миру целый набор пустынных пейзажей. Друзья мои, вот первый из них. Вглядитесь в него пристальней. Это знаменитый песок Калахари. Он играет всеми оттенками красного цвета. А знаете почему? Потому что в нем содержится окиси железа. Хотя поэтичные натуры могут считать, что это палящее солнце Африки, да красна выжгла пески пустыни. Друзья мои, перед вами еще один пейзаж Калахари. На этот раз желтые пески, которые становятся бурыми к низинам. Эти низины очень важны для Калахари, потому что во время дождей они наполняются водой. Как ни странно, но в Калахари живет довольно много животных. Конечно, в основном они предпочитают держаться оазиса – дельты реки Акованга. В этой дельте Калахари демонстрируют еще один свой пейзаж, который назвать пустынным просто язык не поворачивается. Поэтому я замолкаю и предлагаю некоторое время насладиться его красотой и величием в почтительной тишине. Ну что ж, друзья мои, мы славно поработали. Мы узнали, что такое пассатное течение, познакомились со смелым моряком Генри Хатсоном и посетили пустыню Калахари. Но сколько еще интересного ждет нас впереди? Присылайте, друзья мои, вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Профессору Иноземцеву. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostemoya.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова